как жили рабочие при царе от тотальной ненависти к царским временам при ссср мы перешли к наивному любованию монархической россии под хруст французских булок во времена ельцина истина как всегда была где-то между и одним из примеров может послужить быт простых рабочих времен начала 20 века поставьте лайк видео и подпишитесь на канал или оставьте комментарий для продвижения видео рабочий класс в российской империи формировался особым путем совсем не так как в европе на первых мануфактурах трудились не свободные люди а крепостные крестьяне заинтересованности в качестве и успехи у них не было ведь каждый работал там на износ не менее 14 часов в тяжелейших условиях и не получал справедливую оплату государственные предприятия использовали в работе труд крепостных казенных и дворцовых крестьян частные же мануфактуры такой роскоши не имели и потому пользовались наемными рабочими они зачастую не отличались от коллег с государственных предприятий будучи оброчниками то есть людьми подневольными заработанную плату они отдавали феодалам за землю другой наибольшей по численности категории наемных рабочих были деклассированные люди лишенные сана священнослужители отлученные от церкви монахи потерявшие связь с семьей и родными краями или дезертировавшие солдаты в редких случаях беглые крестьяне и преступники самой меньшей по численности категории стали свободные люди выкупившиеся из зависимости либо в нее никогда не попадавшие к началу двадцатого века освобожденные а скорее выброшенные без средств на улицу крестьяне рекой полились в города в надежде найти пропитание продавая свой труд там их ждали тяжелейшие условия труда и быта в петербурге рабочие из верхних слоев рабочего люда получающие 35 60 рублей в месяц живут приблизительно так рабочий может или нанять отдельную комнату или устроиться вместе с товарищами отдельную комнату в рабочих кварталах петербурга можно найти за 8 рублей приблизительно таких размеров в комнате можно смело вдоль одной стены ставить односпальную кровать а у противоположный стул и проход непременно должен остаться это в ширину а в длину если у спинки этой кровати поставить стол то до стены может оставаться иногда около четверти если такую комнату туго набить рабочими так чтобы не осталось ни одного кубич вершка но только без увечий то можно поместить 8 или 9 это будет объем комнаты комната в 6 рублях хоть и встречается даже в петербурге но довольно редко размерами такая комната будет раза в полтора меньше восьмыми рублевой в ней едва умещается односпальная кровать и при том влезать на нее нужно через спинку прямо из дверей как в той так и в другой комнате имеются по одному окну гораздо выгоднее для рабочего подыскать себе товарища и снять комнату вдвоем или втроем тогда цена ее будет от 9 до 12 рублей эта комната будет гораздо просторней так что если вынести одну кровать то пожалуй можно будет и танцевать в такой комнате может быть иногда и два окна только мебели в общем правиле никакой не полагается совместная жизнь отражается благотворно не только на квартирном вопросе но также значительно удешевляет и расходы на пищу по приезде в петербург я очутился в очень скверных материальных условиях после тщательного расчета оказалось что в продолжение известного промежутка времени я могу тратить только 11 копеек в день значит на обед не более 6 копеек узнав что пол порции стоит ровно 6 копеек я отправляюсь в одну из таких столовых и требую себе щи но увы когда же мне подали этих хваленных петербургских щей когда невзирая на запах им присущий я пронес одну ложку в рот меня в буквальном смысле стошнило а жизни семейных мастеровых я не буду говорить так как мало ее знаю скажу только что чем рабочий сильнее связан с деревней тем беднее его заводское проживание деревня отнимает у него самую большую часть его заработка нужно ежегодно платить оброки нужно поправить избу нужно корову купить еще бог их знает чего им нужно а спросишь у какого-нибудь что ж у тебя в деревне хорошо живут что ли непременно ответит какое там тоже с хлеба на квас перебиваются так отчего же сюда их не выписать да как выписать сегодня здесь а завтра кто его знает где сегодня работаешь а завтра выгонит тебя иди на улицу да еще с семейством российский капитал не был заинтересован высокой оплате цены на продукт и без того были высоки а рабочей силы было с избытком поэтому даже самая тяжелая работа оплачивалась мизерно перетаскать железо разгрузить и нагрузить вагонетку снести на руках до 200 пудов чугуна вывозить и выносить всевозможные тяжести выкопать и утрамбовать яму вот некоторые из обязанностей черно рабочего но самая главная обязанность это умение прожить на 70 копеек в день содержа семью или время от времени высылая по 10 рублей в деревню а часто это и другое вместе распространяться о жизни черно рабочих я не буду так как и сам не знаю каким образом можно прожить несколько лет питаясь обедом в шесть копеек до чаем вернее кипятком пропущенным через чайник с двумя фунтами хлеба можно только подивиться выносливости человеческой натуры к началу 20 века рабочее движение оформилась в политическую партию хотя и неформальную но вполне твердо требовавшие свобод прав улучшения условий труда и быта стачки и забастовки сотрясали страну и крупнейшие мануфактуры их давили с помощью солдат а также казаков которых рабочие с ненавистью называли к зарой действующие политические партии редко представляли их интересы но с сочувствием относились к борьбе низов в ходе подавления московского восстания в декабре 1905 года командир семеновского полка георгий мин отправил один батальон под командованием полковника риммана на московско-казанскую железную дорогу чтобы прекратить забастовку железнодорожников батальон провел зачистку с особой жестокостью на станциях сортировочные перова расстрелы продолжались три дня без суда и следствия расправы происходили и на соседних станциях солдаты врывались в дома к рабочим закалывали их штыками рубили саблями разбивали головы прикладами было убито более 150 человек в 1906 году мина застрелила зинаида конопляникова по поручению партии эсеров во владивостоке с 1905 по 1907 годы произошли три вооруженных восстания революционные события начались демонстрации 30 сентября 1905 года в ней участвовали 2000 матросов 10 тысяч солдат и несколько тысяч портовых рабочих затем прошли еще три уже вооруженных восстания 17 октября 1907 года восставшим удалось захватить миноносец скорой и обстрелять дом губернатора все восстания были подавлены войсками тысячи участников были привлечены к суду сотни были расстреляны заработок рабочих обеспечивал минимум потребностей при обследовании бюджетов рабочих костромской губернии были сделаны самые неутешительные выводы об их питании пища их состояла главным образом из плохо усваиваемых продуктов растительного происхождения а ее недостаток вызывал усиленное потребление чая потребление белков в бедных семьях было на уровне физиологического минимума в питании всех рабочих семей был острый недостаток жиров а потребление углеводов больше чем того требовала гигиена выводы старшего фабричного инспектора костромской губернии горбунова сводились к тому что питание текстильщиков не соответствовало энергетическим затратам рабочего и не отвечала потребностям в питании с качественной стороны рабочие годами ощущали этот недостаток но употреблять в пищу больше мяса масла рыбы яиц они были не в состоянии заработок рабочих не позволял большинству из них иметь отдельное жилье на съемных квартирах рабочих в небольшой комнате помещалось от 10 до 20 человек часто в этих квартирах не было ни палатей ни нар и все квартиранты спали на полу в вичугском промышленном районе костромской губернии жильем служила двух- или трехкомнатная изба размером 7 на 7 аршин в такой квартире жили 12 человек с вечера всю мебель столы стулья скамьи выносили из комнаты на полу расстилали половики одеяло платье и на эти постели ложились мужчины женщины и дети при таких условиях не переводили стив скарлатина чесотка день проглочен фабрикой машины высосали из мускулов людей столько силы сколько им было нужно день бесследно вычеркнут из жизни человек сделал еще шаг к своей могиле пожив такой жизнью лет пятьдесят человек умирал максим горький может быть царь не ведает прожитье мужицкое горемычное да что же он после этого знает и какой он самодержец пусть бы заглянул на любую фабрику или по расспросил на улице первого встречного из тех кто победней не тут то было не любит царь серой публики и по улице то не едет а мчится как оглашенный видно на воре шапка горит как видите такие жуткие условия труда и быта которые описывают современники не могли не привести к восстаниям и требованию перемен власти их не захотели услышать и получили революцию 1917 года если вам понравилось видео ставьте лайк и подписывайтесь на канал